всем доброе утро я как китаец опять вот надо меньше жидкости ведь есть на это на ночь какие-то вот это вот что это за живность такая это как мой что ли что они там сидят не знаю сейчас буду делать ппшные блинчики для начала нужно разобрать посуду правда это мне муж помыл вчера или сегодня уже не знаю когда надо разобрать и посмотреть если у меня крахмал кукурузной потому что для ппшных блинчиков нужен кукурузный крахмал блин как неудобно когда опухшие глаза но ничего поделать с этим не могу сейчас может быть выпью чай точно для выведения жидкости из организма вот так вот есть арбузы фрукты разные я бы не сказала что на ночь чай чай да на ночь но опять же он был от этого чтобы спать хорошо кстати так сегодня себя выспалась прям наверное до 9 время уже полдесятого сейчас эти блинчики сделаю ппшные и пойдем на пляж гулять у нас сегодня по моему ветра нет погода замечательная чарли сидит ждет очередной свою порцию чутье на завтрак у него такой тема сейчас у меня балкон открыт я его ночью то открывала то закрывала то ветер то не ветер не поймешь что но сейчас ветра нет облачно как-то смотрите я цветок вот этот сюда поставила здесь иногда солнце бывает но не иногда после обеда и смотрите он у меня зацвел прям ему солнца не хватает не хватало вот здесь так что пускай здесь цветет но его все равно срочно надо пересадить от ветра видите смотрите меня тут вся пылищи все-все-все-все на среде тоже нужно убрать но и сейчас не сейчас потом фиалочку тоже поставила сюда может быть она у меня зацветет здесь света или побольше не это очень цветы все сюда поставила чтобы они тоже не радуют оттуда вот из дивана все прекрасно вижу не машинка поставила стираться и мой царь знакомьтесь царь он утром просыпается и туда-сюда ходит и ходит ладно буду завтракать очень кушать хочет и и что-то делать с этим китайскими глазами пэшные блинчики готовы рецепт я уже говорила 150 раз в общем здесь 30 грамм крахмала кукурузного одно яйцо пол чайной ложки разрыхлителя соль сахар на вкус и меня за заменитель вот ну и все размешиваем и вот получается вот такие вот три блинчика ну вернее у меня очень тонкие вот эти вот поэтому здесь у меня 4 получилось смотрите но они очень нежно и очень вкусно и мой кофейный напиток всем приятного аппетита а а ходим гуляем погода такая знаете облачно над морем нормально но если не ветер то прям жарко не жарко даже а душно а если ветер то холодно я вообще мерзлячка поэтому меня не слушайте мне может быть холодно и в сентябре и в августе когда 35 40 градусов ветерок дует такой прохладный у нас здесь вот находится отель хороший робинсон называется а здесь поля для гольфа вот видите все они идут с колясками с такими играть в гольф я уже много раз говорила что я не понимаю этот вид спорта да его и спортом то фиг назовешь там смотрите какие пузатенькие идут они все а там уже пляж ведь вот с чемоданами идут а там гольфовые поля вообще это вся зона здесь гольф ветер саму ряду ветер саму ряду прям прохладный такой ветерок но я думаю что на пляже нет никакого ветра так пойду на пляж наверно дайду а я иду тут хорошо прям дети везде здесь поля гольф гольфные для гольфа а это отель бунгало такие вот робинсон а кстати из этого отеля ездят специальные автобусы где я работаю у нас там ресторан же есть и вот у них как это контракт и они вот возят туда нашу деревушку на экскурсию туристов вот отсюда из этого отеля там они кушают и пьют сангрию говорят специально ездят для того чтобы пить сангрии сангрия это вино с газированной водой фанталимон или спрайт и много разных фруктов замоченных в это в этой в этом напитке вообще хорош вкусный на лето прям освежает вот они ездят чтобы купить эту сангрию нам человек по 50 по 60 это мне там вот местные говорят вот так вот приезжает вот он же пляж 100 метров сетки вот эти чтобы не было шару шары не попадали на бассейн ой на бассейна номера там вот женщина какая-то красиво море море кстати я уже неоднократно повторяла что в испании нет платных пляжей или пляжи такие чтоб были частные здесь все как говорится общественные все пляжи даже если находится допустим вот эта вот территория отеля да но пляжная зона туда может как говорится прилечь и загорать кому угодно кто угодно то есть я могу также лечь рядом жителям отеля видите вот зона отеля вот это чали донлива баряки тут уже в мячик пошел играть а там а пляж вот они все везде такие пляжи блин только песок я не люблю сейчас будет полной кроссовки песка люди все равно на пляж приехали кстати на пляже не такой ветер как вот когда уходишь туда так вот загорают всем по чарля дондыва блин он сейчас будет всех это беспокоить загорают кстати вот такую погоду типа пасмурную загораешь еще сильнее и при ветре кажется что нет я один раз так обгорела сильно знаете что потом было плохо я уже поела вернее они там еще там мы поели сестры только что приехали а я уже объелась я буду я пойду по пляжу погуляю пока не буду там баклакать они знаете привычные когда шумно там мы вообще любим всегда за барной стойкой тапы есть вот а там всегда так шумно так разговаривают они что у меня уже башка раскалывается они привыкшие пускай болтают или есть острове вчера наболталась не говорю пойду прогульнусь да нет даже не в этом дело я просто уже объем столько рыбы тут вот пляж у нас за поворотом это соседняя деревушка называется вторая нуэва смотрите какая вкуснятина тоже несут она маленькая здесь буквально одна улица вот так идет и все это деревушка пойду на пляж прогулять протрясусь смотрите сколько в том ресторане народу было в этом никого это классно смотрите там там порт нашего города матрили поэтому видите все лодки уезжают уезжают люди купаются пойдемте воду попробуем я как раз сегодня в шлепках можно попробовать водичку мне кажется холодные ого-го-го-го-го-го ледяная для меня вообще ледяная но хотя знаете как если бы было очень-очень жарко и градусов 35 то можно было бы залезть и искупаться я мерзлячка поэтому меня не слушать у меня очень холодные люди купаются вон вовсю вон там и наверное теплое ой блин а мне уже мурашки не знаю видеть или нет ну мурашки у меня холодные зато так пахнет вкусно в общем холодная вода хорошая погода то нагреется дня за ну за неделю нагреется если шторма не будет ой вы знаете сначала лето идешь по этим камням как парализованная ой вот так вот все больно все колет а потом ничего нормально но это уже концу лета а вначале как будто по иголкам идешь только ракушек про часом мне надо голову мыть у меня уже знаете какой череп болит голова болит от этого от того что вот волос волос постоянно в одном и том же ну как короче вот тут болят волос ну вы поняли я знаете что хочу нет машинка стирает нужно во первых ополоски налить немного ополоскивать и лимонад хочу сделать у меня есть лимоны надо сейчас выбирать лимонад помыть их надо лимонад я в прошлом году очень много делала лимонад из лимонов натуральных лимонад вот сейчас хочу вот такие вот лимончики маленькие сейчас помою потому что шкуркой лимонад делается смертной шкуркой а эти лимоны они не покупные они из сада друг давал мужу поэтому их надо хорошенечко промыть вот так порезала добавлю немного воды и поставлю сейчас немного чтобы они перемололись теперь все это дело процедим вот так добавим либо сахар либо сахарозаменитель по вкусу и лед и опять промолоть не знаю как это ботидора у нас называется даже это не ботидора это какой-то другой агрегат который для делания смузи там все дела в общем чтобы такое как бы как мороженое что ли получилось сейчас покажу вот такой лимонад получился я его естественно разбавила водой лед к сожалению не могу достать он там видите есть но они такие куски слишком много воды забухало и в общем он неправильно замерзся его невозможно вытащить еще я себе долбанула по пальцу видите вот он побелел даже бедный вообще дура вот так поставила палец и вот этой вот сверху как долбанула хотела долбануть по столешнице а долбанула по пальцу со всей долей представляете чуть не произойти подпрыгнула к потолку блин так больно сейчас у меня такой горит аа пипец во всем этим всех вот так можно положить палец и Yeah долбануть вот это.. вот представьте это мой палец да я вот так вот ставлю палец зачем-то вот так И вот сверху вот этой, как льда. И пипец вообще. Конечно, льда побольше надо, но... Освежает невероятно. Особенно летом. Там лимона, в принципе, я же водой разбавляю. То есть, там вот столько, наверное, лимонной жидкости, сока. И именно вот с шкуркой, потому что без шкурки все равно не так получается. И остальное, наверное, 4 четверти воды и одна часть лимона. Вот так. Сейчас пойду вешать белье. Пришла белье снять. Оно еще не особо высохло. Потому что я его повесила 2 часа назад. А что ветра нету, поэтому не высохло совсем. Что это меня там зовут? К тому же это разберем. На этой неделе вот это обязательно разберу, потому что у меня там... Вот, пришел. Чего ты присел? Что это меня зовут? У меня там 2 сидушки, которые... Что? Что это? А, это у меня. У меня там 2 сидушки пляжные. И надо, в общем-то, позагорать, что ли, немножко. А то прям ноги белые-белые. Я, кстати, сделала ногти, покрасила на ногах, на руках. Везде, чтобы красиво было. Вот видите, когда нет, непасмурно. И прям так хорошо на улице, светло. У меня сегодня по графику большой брат, а последний герой. Сейчас поедем, посмотрим. Я уже ко сну готова, в принципе. А завтра у меня кое-что будет. Так что интересная программа намечается. Давно я не занималась этим, так что будем развлекаться. Но это все я вам расскажу завтра. А на сегодня буду с вами прощаться до завтра. И увидимся с вами завтра. Завтра и всем пока-пока до завтра.